Некрасовская дача Погода нелетная, лев дождь, поэтому съемку с дрона сделать не получилось. Как обычно, каждый занят своим делом. Кто-то мангал разжигает. Кто-то в телефоне сидит. Кто-то ужин готовит. Ну, а я снимаю все эти моменты. После сытного и вкусного ужина, что делать на отдыхе в дождливую погоду? Правильно, надо идти в баню. Что мы и сделали. На территории базы отдыха две бани. Мы пошли в ту, которая расположена у коттеджей. Ее стоимость – 1000 рублей в час. А вместимость – до 10 человек. Баня двухэтажная. На первом этаже расположен зал для отдыха. Душевая. Туалетная комната. И парилка. Поднимаемся на второй этаж. Там еще один большой зал для отдыха. С телевизором, огромным столом и диваном. Ой, 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 нет. Еще сломаешь, не дай бог, ноги. Ты ничего не сломаешь. Для косых мышц и пресс одновременно. Да ты что? Да. Надо удержаться еще. Поняли как? Да. Я это попробовала. Я просто думала, что он сломан. Нет. Да. Вот так вставать? Да, да. Не бойтесь, не бойтесь. Ой, талет, талет, корсет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ира, ты меня сфотографируешь? Нет, я видео снимаю. А я думала, ты меня сфотографируешь пока я стою. И потом. Ну, на этом все. А мы пошли в парилку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok